Привет, меня зовут Ноэзи, и я вот что подумал. А что если развивать и прокачивать деревню на протяжении 100 дней в Майнкрафт Хардкоре? Насколько я смогу далеко зайти и получится ли у меня сделать самую красивую и самую масштабную деревню в Майнкрафте? Поставьте лайк этому ролику и напишите комментарий, ведь на создание этого видео ушло более 20 часов одного лишь строительства. Я уже и не говорю о добыче ресурсов и прочих мелочах. Кстати, если бы вы были подписаны на мой телеграм-канал, вы бы увидели немного спойлеров к этому ролику. А также и другие интересные новости, которые я публикую для своих подписчиков. Ссылка внизу. Ну что же, приступаем к видосу. Итак, вот я и заспавнился в этом мире Хардкора. А вот, кстати говоря, та самая деревня, которую я сегодня перевоплощу в огромное поселение жителей. Но для начала, так как я только появился в этом мире, у меня здесь нет каких-либо ресурсов. Мне нужно будет чуть-чуть развиться для того, чтобы добыть всякие полезные ништячки для этой деревни. Доски, верстак, палки, кирка, топорик, деревца, первый камень, каменные инструментики, Немножко забыл, поэтому пришлось вернуться на поверхность за едой. А вот и, кстати, моя первая шахта. Надеюсь, тут не будет слишком много мобов, потому что у меня еще нет брони. Первым делом добываем уголек. Он мне пригодится для того, чтобы пожарить пищу. А заодно полстаков киллов. Еще уголечек. Ну и, конечно же, мне следовало добыть как можно больше железка. Йоу, мистер зомби. Здравствуйте. Переплавив все железо, я, естественно, решил создать сет брони для того, чтобы передвигаться по шахте, было более сейвовее. Далее последовала железная кирка и, естественно, железный меч. Еще одни алмазики были мною обнаружены. И, честно, на алмазы пока что вообще не везло. Три штуки за 15 минут нашел. Ну и, наконец-то, приличное залеже алмазов. Надеюсь, тут будет больше двух. Да, по крайней мере, тут есть уже... Ох ты! Ничего себе, по-моему, тут было целых шесть алмазов. Такой расклад мне нравится. Ох ты, еще один, чуть не пропустил. Еще один? Офигеть, какая залежа. Чуваки, это джекпот. Вот такое вот количество ресурсов мне удалось добыть. Я думаю, в целом, этого мне хватит для того, чтобы преображать эту деревню. По крайней мере, все эти ресурсы были чисто расходными, лишь для того, чтобы создавать инструменты, добывать еще больше ресурсов для того, чтобы преображать эту деревню. Ну что ж, давайте приступим. Неподалеку мне удалось найти мангровые болота. И здесь я планировал добывать дерево. И отправился рубить это самое мангровое дерево. Заодно в придачу я собирал еще и его корни. И красивое дерево, чтобы оно служило, скажем так, ориентиром центра моего поселения. Ну или, проще говоря, некий центр города. Кстати, пока я рубил это дерево, я подумал, интересно, а вообще сложно ли программировать? Ведь если обучиться программированию, можно, например, вообще создать свой сервер по Майнкрафту. Да и мне кажется, что... Многие из вас наверняка хотели бы научиться программировать, но что-то вас останавливает. Неизвестность? Skill Crafter это онлайн школа востребованных IT и диджитал навыков для детей и подростков. Там как раз именно сейчас идет обучающий курс Майнкрафт программирования на языке Python. Так как Python входит в топ-3 языков программирования по миру, используется в Google и Facebook, а также в серии искусственных интеллектов, то, думаю, курс будет очень кстати. К тому же, в дальнейшем за такую работу можно получать солидные гонорары. Вся фишка в том, что вас ждет не сухая теория, то, что слушать и запоминать не хочется, а, например, интерактивные вебинары и практические занятия. Также там учится много ребят, с кем можно подружиться. В конце курса каждый ученик сможет создать собственный сервер Майнкрафт с полноценными мини-играми. Или, к примеру, написать собственный веб-сайт. Опытные и отзывчивые преподаватели смогут научить вас создавать свои проекты, игры, сайты, да что угодно. Так что, если вы задумывались о создании игр или своего Майнкрафт-сервера, но самим трудно разобраться, тогда советую перейти по ссылочке в описании и записаться на курс Скиллкрафтер, пока другие еще медлят. Я отправил на переплавку булыжник и погнал строить центр города. Для этой самой постройки мне нужно было удалить кое-что уже существующее в этой деревне, поэтому я принялся немножко почищать территорию. Далее я решил немножко разровнять территорию, для того, чтобы это дерево смотрелось более гармонично и более на ровной поверхности. Ну и примерно вот такую территорию я разровнял для своего центра города. Пришлось, конечно, пожертвовать одним домом жителей, но я думаю, ничего страшного. В общем-то, как итог, мне удалось построить вот такое вот кастомное дерево. И вот таким вот образом мне удалось его задекорировать. Я добавил немножко плит, люков, цветочков, фонариков, и в целом выглядело это все вот таким вот образом. По-моему, выглядит очень даже неплохо. Следующее, что я хотел бы поменять в этой деревне, это вот эта вот вышка из булыжника. Согласитесь, эта башня смотрится вообще некрасиво. Булыжник мы отправляем на переплавку. Ну и, в общем-то, я спустился в шахту для того, чтобы добыть немножко андезита, потому что он мне понадобится для возведения этой самой башни. Короче, вернувшись домой из шахты, решил немножко повременить вот с этой вот башней. Вы уж поверьте, для портала ватт у меня была особая идея. Первым делом я принялся вырубать лес, потому что уж очень много досок мне понадобится для того, чтобы сделать портал ватт. Да-да, сейчас вы все поймете. Цепи мне тоже очень понадобятся для построения портала ватт. Если рассказать коротко, я хочу разместить портал ватт примерно вот здесь вот. И сделать так, чтобы он накорененно висел над водой. Ну и для старта я решил возвести, естественно, начало нашего портала ватт. Далее я по кругу обрамил все это дело люками из темной древесины. Ну и далее я соорудил вот такие вот подставочки из заборов. На бочку я разместил костер, который потушил лопатой. А ну и немножечко вот таких вот полублоков по кругу. Далее я принялся возводить небольшую башенку из бочек и темного дерева. Далее я расставил вот здесь вот люки и протянул вот таким вот образом кверху цепочку. Тут поставил точил и от них тоже протянул цепочки. Далее я переместил вот эту штуку вот сюда. Ну и в принципе оставался последний штрих, это активация портала. И зацениваем эту красоту. Мне кажется, портал ватт получился офигенский. Далее я решил отправиться ненадолго ватт для того, чтобы добыть себе чуть-чуть глоустоуна. Он мне пригодится для постройки уже башни. Итак, добываем глоустоун. Далее, оказавшись дома, я принялся разрушать эту башню, потому что она вообще не вписывается в мою деревню, которую я у себя вижу в голове. Поэтому эту башню мы отправляем под снос и сейчас будем строить новую. Территория была расчищена и готова к тому, чтобы я возвел здесь офигенно красивую башню. Ну что ж, погнали. Ну и в общем-то вот такую вот башенку я смог построить. Она небольшая, она простая, но выглядит эффектно. После того, как я соорудил вот эту башню и этот замечательнейший портал ватт, я решил отправиться на поиски пропитания, потому что уж очень мало у меня было еды. И мне срочно нужно было где-то добыть себе немножечко мяса. Далее я отправил всю эту еду на обжарку и принялся ждать, когда она наконец-то приготовится. Ну и доплавив еду, я направился к ближайшим мангровым болотам для того, чтобы добыть там новые блоки. В мангровые болоты я пришел, чтобы добыть вот эти вот самые блоки грязи, ведь из них можно будет сделать новые крутые кирпичи. Также я еще добыл немножечко мангрового дерева для того, чтобы использовать его в постройке домов в деревне жителей, ведь оно тоже выглядит великолепно. Поэтому прямо сейчас пойдут под снос вот этот, этот, этот и этот дома жителей. После вот такой вот расчистки территории я отправился ее разравнивать. Как вы видите, здесь были небольшие дыры. Так, ну что ж, друзья, за работу. Также для того, чтобы создать мангровые кирпичи, мне естественно понадобится пшеница, поэтому я начал добывать все запасы, которые были у жителей. Ох, чуваки, надеюсь, вы на меня не в обиде. Добыв абсолютно всю пшеницу, которая была в этой деревне, мне удалось создать вот такое вот количество саманных кирпичей. И помимо этого еще вот такое вот количество плотной грязи. Короче, 8 стаков кирпичиков. Ну и в общем-то я принялся создавать наконец-таки новые дома жителям. О, в домах я решил сделать из мангровых досок. И я думаю, это будет прям-таки в темку. А дверку разместим вот здесь. Небольшой декор на входе. И вуаля, у нас уже получается ничего такой домик. Добавим еще вот сюда немножечко андезитовых плит. Ну и сделаем, естественно, небольшой второй этаж для жителей, чтобы у них было больше пространства. Немножечко застекляем. Создаем вот такую вот крышу. Ну а после крыши в целом можно добавить сюда немножечко декора. По-моему, выглядит очень даже лампово. Не, ну честно, если бы я был бы жителем, я бы сюда с удовольствием заселился. В итоге вот такие вот дома у меня получились. Это такой своего рода тройной домик, в котором есть три отдельные квартиры, где можно жить. Я их чуть позже еще обустрою внутри. Не, ну симпатичненько же, согласитесь. Это гораздо лучше, чем было до этого у жителей. И в общем-то как-то так выглядели первые здания жителей. Я сделал абсолютно идентичное здание еще и здесь. И в общем-то вот так вот выглядели дома уже для целых шести жителей. И они уже начали активно заселяться и плодиться. Деревня процветала, что могу сказать. Этому пацану вообще все нравится. Он просто во все дома ходит, гуляет. Кайфует. Ну а для следующей постройки мне понадобятся следующие ресурсы. Камень, адский забор, кварц и синие лампы. Камень я отправил в печку на переплавку и собственно теперь я был готов отправляться в ад. В аду я принялся добывать тот самый кварц, который мне уж очень был нужен. Также я добрался до адской крепости и начал добывать адские кирпичи, чтобы сделать в будущем из них адский забор. Заодно я решил добыть немножко песка душ. Он мне понадобится для создания синих факелов, а впоследствии из них синих фонариков. Возвращаемся домой. Думаю вот такого пространства мне будет достаточно. Пока плавился камень, я решил добыть немножко песка и заюзать в постройке песчаник. Мне кажется он впишется гармонично. Ну что ж, погнали строить. Начнем с кварцевых ступенек. Возводим вот такую конструкцию. И заполняем ее песчаником. Затем чуть-чуть подчищаем территорию. Все это нужно для того, чтобы красиво обрамить ее каменным кирпичом. Ну и что же, постройка была практически завершена. Осталось добавить последние штрихи и я вам ее показываю. Вы готовы лицезреть то, что я создал? Это вот такой вот рыцарь, который находится в моей деревне. И он будет, я не знаю, охранять жителей. Жители могут ему поклоняться. Я не знаю честно, что они будут делать с ним. Но это мне кажется замечательный элемент декора. Не, ну серьезно, вы посмотрите, как он сюда клево вписался. Следующая постройка будет вот здесь. Я хочу тут сделать плавненький такой мост, который будет вести вот на эту сторону. И для этого мне понадобятся вот такие ресурсы. Мост, я думаю, сделать шириной в три блока. Размещаем вот так вот мангровое дерево. Обрамляем его люками. И делаем его неотесанным. А здесь потихонечку начинаем возводить уже сам мост. Честно, могу сказать, что строительство такого моста давалось мне почему-то очень даже нелегко. А наоборот сложно. Но в целом, вроде как, получалось уже неплохо. Здесь создаем идентичную конструкцию. Здесь все обрамляем табличками. Ну и в итоге вот такой вот мост через реку у меня получился. Я думаю, весьма симпатично и заслуживает вашего лайка. Далее я решил немного так подпрокачать дома жителей, заменить доски вот на эти кирпичики. Потому что эти кирпичики, господи, я их обожаю. Они выглядят безумно стилево. Также добавил сюда немножко каменной кладки и задекорировал еще все это дело фонариками. И это стало смотреться гораздо свежее. Ну и в общем-то я немножко подпрокачал эти дома, как вы поняли. Сюда добавил камнерез для новой профессии жителя. В этом доме все абсолютно то же самое, только здесь находится у нас котел. И мне кажется, эти дома очень преобразились. Особенно если взглянуть на этот мостик. Далее разровняв вот эту территорию, на ее месте, как я вам уже и сказал, я хотел сделать огромнейшую ферму. Поэтому я отправился быстрее к водичке для того, чтобы набрать ведер воды. Сделаем вот здесь бесконечный источник. Также помимо этого я создал две железные мотыги. И я отправился создавать то самое поле, о котором я вам и говорил. Ох, чувствую, я тут надолго по своим фермерским делам зависну. Ну и в общем-то пока я вспахивал и создавал все это огромнейшее поле, я понял истинное значение слова пахать. Пахать в смысле пахать, как лошадь, работать. Потому что на создание этого поля у меня ушло три железные мотыги, которые я здесь просто сломал. Ну и что же, в общем-то спустя миллиард лет, наконец-таки я завершил постройку своего поля с урожаем. И на нем вы можете лицезреть вот такую вот красивейшую мельницу. Я думаю, она получилась действительно неплохая. Помимо этого я успел еще все поле засеять урожаем, вообще абсолютно все поле. На это ушло нереальное количество времени. Я ждал, пока все это прорастет, собирал урожай, заново засеивал и делал так, чтобы я мог засеять абсолютно все это поле. И наконец-таки это поле готово. Отлично, я безумно рад этому. Далее на очереди у нас было построить целых два дома. Начать я планировал с этого, поэтому этот дом тоже у нас пошел под сноску. Территория была расчищена и здесь сейчас будет построен мною еще один новый домик для жителей. Для дома мне понадобятся вот такие вот ресурсы, которые я опять же заранее подготовил. Отступаем ровно пять блоков и строим еще одну небольшую колонну. Вот здесь у нас будет идти лестница наверх. Мангровая дверка. Обрамляем все это дело сразу же люками, чтобы смотрелось интереснее. Ставим темный забор, а на него люки. В итоге я решил сделать вот так. Расставляем здесь заборчик. Далее я возвел вот такие вот стены из непосредственно новых кирпичиков. Далее используя плиты создаем вот такую вот интересненькую крышу. Интерьер сверху я оформил вот таким вот образом. По интерьеру уже в самом доме сделал на самом деле попроще. Запариваться не стал, поставил ткацкий станок. Далее я принялся снова сносить очередную ферму жителей, потому что я хотел сделать здесь ферму тоже. Но гораздо красивее, чем просто это сгенерировалось в игре. Такс, ну что же, в принципе территорию доравняли, можно здесь теперь и построить новые фермочки. Для создания уже новых ферм я отправился непосредственно в шахту, потому что мне нужно было добыть булыжник. Ну и в общем-то для создания фермы я подготовил вот такие вот ресурсы. Начал я вот с такого каркаса. Здесь все заполняем землей. Расставляем ступенечки. Тут делаем вот такую вот конструкцию. Я добыл еще немножко земли и теперь заполняем здесь все непосредственно той землей, которую я только что добыл. Расставляем вот так вот базальтовую ограду. А еще решил сделать вот такую возвышенность и поэтому поднялся на один блок наверх. Ну и пока я сносил вот здесь вот по соседству маленький домик жителей, в принципе у меня уже пророс весь урожай. И эта фермочка выглядела вот таким вот образом. Далее я решил прокачать вот этот вот домик жителей и сделать его покрасивее. Ну и в целом получилось уже как-то вот так. Я думаю теперь этот дом выглядит гораздо уютнее, милее, красивее. И в целом каменная кладка плюс мангровое дерево сочетаются вообще отлично. Следующее, что я хотел бы прокачать, это вот этот вот водоем. Поэтому быстрее собираем морские огурцы. Также добываем немножко кораллов. Также не помешает собрать немножко тростника. Далее я выпустил в этот водоем рыбок, пускай плавают и наполняют его своим присутствием. Посмотрите как уже ожило это озеро. Ну что же, по-моему теперь это озеро выглядит гораздо уютнее. Кстати, если заметили, я добавил вот такие вот прикольные фонарики. Ну и в общем-то под снос пошли вот эти вот два дома жителей. Для следующей постройки, которая будет располагаться прямо-таки вот здесь, мне понадобятся вот такие вот ресурсы, которые я снова бегал и подготавливал. А наконец-то я их подготовил. Для начала вырисовываем вот такую вот конструкцию. Далее вот таким вот образом я на один уровень вверх поднимаю ступеньки. Вторая ступенька после вот этих двух блоков. Ну и в итоге я создал вот такого вот, не знаю как его назвать, давайте это будет Олег. Я не знаю. Короче, вот такой вот Олег у нас тут стоит, освещает. В общем, вот такая вот еще статуэточка бонусом в нашу деревеньку. Ну и из последних моих творений, которые я хотел здесь воплотить, это была шахта. Все это оформление шахты я уже делал из последних ресурсов, которые я успел нафармить. Ну, я думаю, простенько, зато со вкусом. Теперь остался завершающий штрих моей деревни жителей. Это придумать, из чего я вообще сделаю здесь дороги. Потому что дорог тут, как видите, у меня особо нет. Только те, которые сгенерировались сами. И тут я подумал и принял решение. Я отправился в мангровые болота копать вот эту самую грязь. Да, именно из нее я хотел сделать дороги в своем городе. Мне кажется, этот блок идеально впишется в мою деревню жителей. Ну и в общем-то, полностью закончив деревню, я готов вам ее наконец-то полностью показать со всеми микро-доработками, которые я успел сделать. И первое здание, которое открывает вход в нашу деревню, это небольшая башня священника. Право у нас находится статуя. Он охраняет жителей, а священник ему поклоняется. Небольшой импровизированный бассейн. Замечательные пещеры, в которые можно спуститься, чтобы пофармить немножко ресурсов. Неподалеку мы можем найти вот такой вот замечательный портал в ад, который держит вот этот вот кран. Ведь портал очень тяжелый, и чтобы он не упал, мне пришлось использовать вот такой огромный кран. Далее у нас идет обычный гостевой домик жителей. Здесь у нас проживает житель Кожевник. Далее идет небольшая импровизированная ферма, которая просто украшает эту деревню. Ну и заодно то самое центральное дерево, которое я возвел в начале этого ролика. Также в этом доме у нас проживает непосредственно пастух, ведь здесь стоит ткацкий станок. Давайте навестим жителей и узнаем, как у них вообще дела. У них тут небольшой вписон, я так понимаю, да? Далее после этого дома идет огромнейшая ферма с прекрасной мельницей, которая здесь все обдувает. И сюда я тоже добавил небольшое количество фонариков. И тут у нас есть тоже небольшой импровизированный пруд. А еще я достроил здесь небольшой малюсенький домик для жителя. Мало ли просто кто-то здесь захочет переночевать. Тут у нас идут несколько апгрейднутых домов жителей, в которых я их также заселил. И заодно мост через вот эту замечательную реку. Поднявшись наверх, мы можем увидеть небольшое такое соседское поселение жителей. Они живут по соседству, все вместе. В данный момент здесь спит житель-инструментальщик. Это его дом. Их, конечно же, охраняет голем даже ночью. По соседству с инструментальщиком у нас проживает непосредственно лучник. Ну а рядом с лучником сладко спит житель-библиотекарь, который проживает в доме слева от него. Здесь у нас спит житель-мясник. Тут отдыхает Бродник. И, кстати, у него самое элитное помещение, потому что у него есть картина. Ну а неподалеку от Бродника у нас должен был обосноваться картограф. Видимо, он вышел прогуляться. Небольшое деревце, которое также украшает нашу деревню. Ну и, в общем-то, как-то так выглядит все это строение. Деревня получилась действительно на ура. Мне кажется, она выглядит просто невероятно. Это получилась очень глобальная и мощная постройка. Если вам понравилось это видео, друзья, обязательно поставьте лайк этому ролику. Ну и не забудьте написать в комментариях, как вам эта деревня. Я очень старался, пока я создавал ее, и я надеюсь, у меня получилось достойно. Спасибо за просмотр, ребятки. Еще увидимся.